Великолепно отношусь к таким изменениям. Считаю, что последовательная позиция России такой и должна оставаться. Ведь, вдумайтесь, голос России сейчас единственный вообще в мировом пространстве, который защищает традиционные ценности. Я выступал и в Государственной Думе, а на прошлой неделе в Парламентской Ассамблее Совета Европы с этой темой. Ведь, что происходит? Это активное ЛГБТ-лобби продавливает принятие законов об однополых браках на территории всего Евросоюза. Ладно, продавливает. Оно запрещает сторонникам традиционных ценностей критиковать эту позицию. И более того, запрещает пропагандировать здоровую семью, которая состоит из мамы, папы, двух детей. Вот тысячи противников однополых браков вышли во Францию на улицы в Париже. И многие из них были задержаны только за то, что у них футболка была, где было изображение мужчины, женщины и детей. Таких людей задерживали в полицию. У меня есть случаи, когда в Британии христианское общение, которое занимается тем, что распределяет детей, оставшихся без родителей, по семьям. Она решила провести круглый стол, на который пригласила тех, кто в основном является адептами традиционной семьи. Так вот, муниципалитет прислал им письмо собственнику помещения с тем, чтобы они расторгли аренду. То есть, происходит наступление на свободу выражения мнения в отношении традиционной семьи. И это... И вот здесь уже мы не можем оставаться безучастными. Что происходит? Мультики для детей начинаются словами «Король полюбил короля». В школах вводятся новые стандарты, где учителям нельзя обращаться к ребенку, мальчик или девочке. Только ребенок один и ребенок два. В паспорте родитель один и родитель два. Дальше они ставят вопрос о том, чтобы из паспорта убрать графу «пол». Соответственно, считают вообще понятия мужчины и женщины в пространстве. Предназначение женщины как хранительницы очага. Роль мужчины в семье, как главного добытчика, охранника, человека, который может взять под защиту и опеку свою семью. Детям сознательно внушается модель, при которой общество – это просто набор коконов. Поэтому вот такие ценности нам не нужны. И в нашей стране представители меньшинств никаким гонениям и дискриминацией не подвергаются. Они не подвергаются. У нас по конституции права у всех одинаковые. Эти люди работают с нами, они в нашем обществе присутствуют, достигают каких-то успехов в карьере, и даже получают государственные награды, когда они не отвода сослужили. Но это должен быть твой личный выбор. Но это не должна быть государственная политика. Это не инвалиды, не дети, которые остались без подпечения родителей или подверглись сексуальному насилию. Это люди, которые просто таким образом развлекаются. Поэтому мы поощрять это не должны, более того, должны этому препятствовать. Спасибо. 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 Спасибо.